Недоступность качественной медицины в США для большей части простых людей – общепризнанный факт. Отсутствие медицинской страховки может поставить крест не только на лечении, но и на жизни пациента. Но существует ещё одна пугающая тенденция. Случай, который произошёл в Северной Каролине, уже повторился с другими людьми не один раз. Ричард Джеймс Верон к 59 годам 17 лет отработал на фабрике Кока-Кола, но с потерей здоровья был уволен даже без выходного пособия. После этого работал водителем грузовика, затем подрабатывал продавцом в круглосуточном магазине. Когда здоровье стало окончательно сдавать, его уволили и оттуда. Сбережения таяли, как вода. Большая часть денег уходила на лечение и съём квартиры. Он надеялся на получение социального пособия, но мужчине отказали. Всё, чего Рит смог добиться – это талоны на питание. Из месяца в месяц он пытался устроиться на работу, но безуспешно. Человека с двумя разорванными позвоночными дисками и отчаянно хромающего на левую ногу не брал никто. Когда у него опухла грудная клетка и каждое движение начало причинять неимоверную боль, мужчина понял, что нужно что-то делать, чтобы не умереть. Медицинской страховки уверенно не было, поэтому он решился на отчаянный шаг, который просчитал заранее. Мужчина продал всю мебель, расплатился за аренду квартиры и заранее написал нужную записку. Далее он взял такси, чтобы доехать ближе к центру своего города Гастония. Там Ричард попросил остановиться у первопопавшегося банка, которым оказался РБК-банк. В помещении он подошёл к кассиру и протянул ему записку. Там было написано «Это ограбление. Пожалуйста, выдайте мне только 1 доллар». После этого он уселся на стул и стал ждать приезда полиции. Мужчину действительно забрали. Верон рассчитал, что его осудят за ограбление банка и он просидит в тюрьме хотя бы 3 года. За это время он сможет сделать операцию на позвоночнике, вылечит ногу и узнает, что у него так ужасно болит в груди. В Северной Каролине заключённые действительно платят только 5-7 долларов за любые посещения врачей и решение острых проблем. Федеральное бюро тюрем очень серьёзно следит за тем, чтобы заключённым оказывалась любая, даже самая квалифицированная медицинская помощь. С серьёзными проблемами они могут практически бесплатно попасть в медицинские центры даже мирового уровня. При этом все лекарства выдаются бесплатно. И хотя в тюрьмах пытаются хоть как-то уменьшить медицинские аппетиты заключённых, надзорные органы очень тщательно следят за выполнением предписаний. В случае необоснованного отказа от оказания любой медицинской помощи заключённому, тюрьма может лишиться финансирования. Поэтому ситуация остаётся всё такой же. После ареста Верон сразу начал получать медицинскую помощь. Врачи, лечащие его, обвиняют мужчину в том, что он нарушил закон специально, чтобы бесплатно лечиться. Но он этого и не отрицает. Единственная проблема Верона сейчас заключается в том, что поскольку это его первое преступление, суд может ограничиться сроком заключения в один год. Тогда он может не успеть сделать операцию. Но мужчина настроен решительно и сказал, что в этом случае пойдёт на рецидив, чтобы сесть уже гарантированно на нужное число лет. Социальные выплаты по закону Ричард начнёт получать с 62 лет. Поэтому, если он продержится в тюрьме 3 года, хорошо подлечит здоровье и будет с гарантированным пособием. Бессмысленный, на первый взгляд, проступок реально может спасти не только благополучие, но и жизнь человека. Система организации здравоохранения США устроена таким образом, что руководству страны давно бы стоило об этом задуматься. Вал криминала может захлестнуть страну не только из-за протестных настроений. Многие будут стремиться в тюрьмы, чтобы элементарно спастись от голода и подлечиться. А что вы обо всём этом думаете? Как обстоят дела с медицинскими услугами у вас в городе? Напишите об этом в комментариях. Пока!